Всем здарова, дорогие друзья! Сегодня я запишу свою реакцию на новое обновление на Black Rush. К сожалению, обновление еще не вышло, а разработчики в своей официальной группе ВКонтакте выложили вот такое вот видео под названием «Зимнее обновление на Black Rush», и здесь нам расскажут, что же будет в обновлении, ну а я запишу свою реакцию как бы на то, что здесь добавят. Также не забывайте, что я тоже играю на данном проекте на сервере Cherry, если ты хочешь играть вместе со мной, ссылочка на игру будет в описании, качайте по моей ссылочке, регистрируйтесь на сервере Cherry на мой ник Сергея Миронов, также не забывайте вводить мой промокод хэштег Мирон, также на сервере Cherry, ребята. Ну а мы погнали, короче, смотреть. Ребят, я думаю, видос получится нереально крутой, я его еще сам не смотрел, я вот он только вышел, я его сразу же пошел снимать для вас, ребята, и сейчас, так скажем, сделаем реакцию вместе с вами, пацаны. Погнали! Все, поехали! Я звук немножко потише сделаю для себя. Хоу-хоу-хоу! Привет, дорогие друзья! Вот и настал день, которого мы все так долго ждали! Встречайте! Это зимнее обновление на Black Russia! Качественно сделано очень круто. Ну, кстати, что хочу подметить, ребята, в прошлом году тоже был снег, и я вижу сейчас, что его изменили, прям конкретно изменили, и качество текстур стало намного лучше, пока что все идет отлично. Ну, я так понял, лед будет как в прошлом году, то есть его опять же добавили, ребята, это отлично. Вот этого, ребята, очень сильно не хватало. Очень сильно не хватало, особенно фиолетового цвета, ребята, в обновлении я сделал свой автопарк фиолетовый цвет, такой, знаете, ядовито-фиолетовый цвет. Блин, это на самом деле, прям, ну, максимально круто, что наконец-то добавили эту цветовую палитру, ее многие ждали. Просто супер! Благодаря новой и удобной RGB палитре, мы учли прошлые недочеты и добавили возможность полностью осмотреть автомобиль перед покупкой той или иной детали. Также мы добавили возможность отдельной тонировки передних и задних стекол. Да ну нафиг! Это, знаете, это настолько, грубо говоря, сделали до мелочей, но на самом деле. Они сделали, что можно тонировать и передние, и задние стекла. У нас, ну это, ну это прям, ну, это респект. В разделе звуки вы можете изменить звук лаксона или выхлопа. Обалдеть. А в разделе свет настроить индивидуальную подсветку. А также приобрести стробоскопы. Ну все, ребята, короче, суетологи скоро в игре будут. Пошли стороной и чип тюнинг. Теперь вы сможете более детально прокачать... Офигеть! Ребята, чтобы вы понимали, чип тюнинг, это технический центр теперь будет. А я держу чип тюнинг на сервере Cherry, как бы... Офигеть! Это максимально круто! Я очень этому рад, ребят. ...авто. Появилось разделение на разные компоненты. Дифференциалы, тормоза. Турбонадув. Двигатель. И нагнетатель. Помимо этого, мы добавили туда лаунч-контроль. Тюнинг подвески теперь стал полноценным шиномонтажным центром. В нем вы сможете, как и раньше, настроить клиренс автомобиля. Только теперь намного удобнее. Настройка колес вышла на новый уровень. Появилась возможность настраивать вылет, развал и ширину отдельно передних и задних колес. Это что-то с чем-то, пацаны. Это просто бомба, ребят. У меня... У меня уже, в принципе, хватает этого обновления, ребят. Просто потому... У меня нереально сейчас поднялось настроение. Просто потому, что обновили, наконец-то, мой чип тюнинг. Это просто нереально круто, пацаны. Погнали смотреть дальше. Семидесяти новых дисков. Да-да, вы не ослышались. Более семидесяти новых дисков. В раздел с подсветкой можно установить гидравлику и пневмоподвеску. В СТО было добавлено множество новых компонентов для разных машин. Спойлеры, передние и задние бамперы, возможность редактирования капота и многое-многое другое. Кстати, была переработана и система диагностики. Теперь она перенесена на интерфейсы, а вам сразу доступна информация о детали. Если вы желаете ее починить, просто выберите ее и выберите кнопку покупки. Радиальное меню управления авто. Как вы уже заметили, нового функционала для автомобиля было добавлено ну прям очень много. Как же всем этим теперь пользоваться? Мы продумали и этот момент. Встречайте, обновленное меню для управления вашим автомобилем. Мы постарались уместить в нем самое необходимое. Включить дальний свет. Легко. Или может быть стробоскопы. Без проблем. Регулируйте уровень вашей подсветки одним нажатием. Настраивайте турборежим под вашу езду. Ребята, это прям, ну, это кайф. Серьезно, ребята, это кайф. Изменили очень много чего, особенно для тачек. Этого очень сильно не хватало. И самое главное, респект разработчикам за то, что они взялись за это и реально это исполнили. Прям вот отдельный респект, потому что этого реально не хватало. Отдельный респект за то, что они сделали это все в интерфейсах, а не просто диалоговым окном. Это очень круто. Быстрого старта включайте лаунч-контроль. Новые звуки автомобилей. Кстати, тоже очень интересно. Молниеносный звук ламборгини. Пробуждающий звук гелика. Или родное сердце звук приоры не оставит никого равнодушным. Послушайте сами. Поселок Батрево. Мы обновили поселок Батрево, сделав его более красивым и наполненным. Помимо визуального улучшения, мы добавили инфраструктуру. Теперь число домов и гаражей заметно выросло. Интерьер армии. Ох, какая красота нас ждет впереди. Мы знаем, что устаревшие интерьеры уже никого не привлекали. Надоели, а некоторые даже отталкивали. Но теперь все изменилось. Посмотрите, как сейчас выглядит наша новая армия. Шикарный интерьер. Ребят, они наконец-то это сделали. Наконец-то они это сделали. Они изменили интерфейсы, интерфейс интерьеры, которые были с самого открытия проекта. Это лайк. Парьер, созданный на основе фотографий из реальных военных частей, не оставит никого равнодушным. Мы постарались учесть все потребности солдат и создали для них казарму, оружейную, столовую, комнату для обучения, спортивный зал, кабинеты руководителей. Ну и напоследок, самая вкусная санитарная часть, в которой будут лечиться все военные, которые погибли, находясь в служебной форме. Вот это, кстати, огромный плюс, ребята. Если вы находитесь в организации, и вас кто-то убивает, и вы появляетесь в обычной больнице, вам сложно добираться, а вам как бы нужно иногда быть на территории части, и это просто максимально неудобно. И то, что они это подметили и сделали, это просто нереально. Вот пока, пока ни к чему даже не докопаешься, пацаны. Вот просто смотришь, и тебе уже хватает той информации, которую ты получил. Но у нас впереди еще целых 5 минут, ребята. Погнали. Интерьер полиции. Не забыли мы и про других служителей закона. Теперь интерьер полиции и ГИБДД выглядит еще более привлекательно. Удобное расположение комнат и грамотное разделение рабочей зоны от гражданской позволят не только создавать интересные ситуации, но и получать классные эмоции от игры. Кстати, теперь изолятор находится в отдельном месте. Попасть в него можно даже с улицы. Это упростит работу сотрудников тюрьмы, а также адвокатов, которые желают помочь задержанным. Интерьер больницы. Согласитесь, интерьер больницы был унылым и скучным. Мы с радостью исправили это недоразумение. Теперь интерьер выглядит все время стильно и состоит из трех частей. Палат, комнат персонала и специального отделения, в котором можно, например, проводить операции. Мы учли пожелания игроков и сделали некоторые комнаты недоступными для входа. Никто не сможет помешать вам создавать интересные игровые ситуации. Конструктор объявлений. Признаемся, система редактирования объявлений была стара и неудобна. Множество недочетов, долгое редактирование, грамматические ошибки и прочие недостатки преследовали наших игроков очень долгое время. Но сейчас мы придумали отличное решение этой проблемы. Конструктор объявлений, доступный сотрудникам СМИ. Наши разработчики постарались учесть все возможные ситуации, которые позволят быстро и красиво отредактировать полученное объявление. В случае, если объявление уникальное... Пацаны, я в шоке. Реально. Вот это то, что сейчас сделали, это настолько облегчит задачу. Объявления будут выходить чаще и они будут хотя бы грамотнее. Потому что иногда так действительно посмотришь и везде одни ошибки. Вот то, что они сделали, это очень круто. Вы всегда сможете отредактировать его вручную. Ну а если объявление для вас слишком сложное, всегда можно переключиться к следующему, выполнив свою работу максимально качественно. Кстати, зарплата за редактирование объявлений также увеличена. Надеемся, проблемы с объявлениями исчезнут раз и навсегда. Система слета недвижимости. Мы знаем, что многие любят ловить имущество по государственной стоимости. А также понимаем, что не все могут это делать из-за часовых поясов. И именно поэтому мы разработали новую систему слета. Теперь квартиры, гаражи и дома будут продаваться не в 12 часов ночи, а во время, указанное в информационном центре. Ребят, вот это, кстати, очень классно. Наконец-то появится, так скажем, новая рубрика. Это ловля домов. И это было бы, кстати, очень круто. Теперь, да, не в 12 часов ночи будет слетать, а, судя по всему, в тот час, в который был куплен дом, вот он слетает, допустим, и он в этот же час и слетает, когда он был куплен. Это круто. Это новая рубрика. Нужно будет подметить. Слетаемый центр находится в городе Южном. Войдя в него, вы сможете узнать информацию о недвижимости и в какое время она будет продана. А дальше дело за малым. Достигните недвижимости первым и получите лакомый кусочек быстрее других игроков. Кстати, владельцы VIP-аккаунта смогут узнать о слетаемой недвижимости в любой точке на карте. Для этого необходимо воспользоваться специальной командой слэш-инфо. Ну, вы поняли, ребят. Желаем классной ловли. Разделение авторынка на классы. Ох, помните эти ужасные просадки на авторынке? Да, было больно и неприятно. Мы постарались исправить эту проблему. Разделили автомобили на классы и запретили въезд не на личном автомобиле. Ну, кстати, ребят, я думаю, вот это на самом деле не очень так. На самом деле не очень. Потому что есть такие люди, у которых, допустим, я не знаю... Ну, хорошо, возьмем высокий класс и средний. Это, допустим, какая-нибудь Volvo XS90. И, допустим, из высокого класса, может быть, ну, я не знаю, Tesla, McLaren. Ну, что-то в этом роде, в общем. И, допустим, они захотят обменяться с доплатой, и у них это, к сожалению, не получится. И вот это на самом деле мне не понравилось. Пишите об этом в комментариях, кто считает так же, или же у вас есть свое мнение. Пишите об этом в комментариях. Мы разработали более 100 новых аксессуаров специально для зимней атмосферы. Разные варианты шапок, рюкзаки, наушники, гребешки на голову и даже посохи. Абсолютно каждый сможет найти аксессуар по душе. Ну и, конечно, куда без новых скинов. Мы разработали одежду для наших любимых блогеров. Миксу вещает. Эллер. Эл Майк. Батори. Малфой. Сделали обычные скины. Моди. А где Мирона? Где Мирон, я не понял. Это что такое? Шейх. Героев из игры в кальмара. Игрок номер один. Игрок 67. Игрок 456. И не забыли про обновление фракционной одежды. Мы полностью обновили одежду военнослужащих. Мы полностью обновили одежду агентов ФСБ. Вот это, кстати, очень крутые скины были сейчас. Особенно по сравнению со старыми. Это прям вообще идеально. Новые машины. Были добавлены новые крутые джипы. Мерседес Бенз G63 AMG. Оуу, ребята, наконец-то. BMW X7 M50i. Lexus LX 570. Желаем приятной игры и отличного зимнего настроения на Black Russia. Ребят, не знаю, вы все увидели сами, ваше мнение остается, естественно, за вами Я вам, конечно же, тоже желаю новогоднего настроения, чтобы у вас все было просто отлично, ребята Спасибо, кто досмотрел этот ролик вместе со мной до конца Всем спасибо за просмотр, еще раз всем удачи и всем пока-пока